Да, это как надо. Так, у нас запись пошла. Мы находимся в городе Канны, Лазурный берег. Передо мной сидит Надежда Пескун, давно знакомы мы с Надей. Она жительница теперь Франции. Уже 6 лет, да? Да, не теперь, а уже давно достаточно. Работает в России, и не только в России. Нет, производство. Рассказывай. Производство, да, производство находится в Москве. Надежда, вот я представляю, Надежда Пескун, твоя основная компетенция. Ты создательница? Корсетов. Корсетов, прекрасный. Корсетов рассказывай. Где ты их создаешь, сколько лет, и чем они такие прекрасные? Мы создаем корсеты уже более 15 лет, и ателье базируется в Москве до сих пор. То есть, несмотря на то, что я живу во Франции, мне удается сохранять, поддерживать и развивать производство именно в Москве. Почему в Москве? Потому что были поиски, были эксперименты. Но то, что могут наши девочки вытянуть по качеству, по уровню, не сравнится никакое европейское производство, даже китайское. А где ты их нашла? Это же давно было? У тебя же производство давно в Москве. Мы сотрудничаем с девочками, да, да, да. Мы сотрудничаем, да, они работают дистанционно. Я иногда приезжаю в Москву, корректирую. Здесь я делаю коллекции, создаю новые вещи, и в Москве мы их отрабатываем, да. И уже сколько лет в общей сложности? Вот начала. 2004 года, да. Ну, почти 15 лет, да. Название? Нади Пескун. Корсеты Надежды Пескун. Нади Пескун, да, они так называются. Ну, я думаю, что не всем, кто нас будет смотреть, знакомо это имя. Скорее всего. Да, но после нашего ролика короткого, да, они наверняка обратятся хотя бы к интернету. Здесь есть сайт. У тебя есть сайт? Конечно. Нади Пескун. Ком, да. По-английски? Да, да, да. Нади Пескун, да, точка ком. Ну, по крайней мере, можно набрать в поисковике, там где-то найдут все. Корсеты Надежды Пескун. Конечно, естественно. Все, и там все могут посмотреть. Ценовой уровень. Для каких женщин предназначены корсеты состоятельны? Я думаю, что мои корсеты предназначены для всех. И цена не настолько высока, чтобы женщина не могла себе его позволить, поскольку когда она его получает, когда она его приобретает или заказывает индивидуально, да, она получает намного больше, нежели цена. То есть это не тысячи евро, это достаточно бюджетно для того, чтобы любая женщина могла себе это позволить. Я предполагаю, что в рознице около 10 тысяч. Да. Да? То есть в среднем. Но это же покупается каким-то определенным, наверное, событием в жизни. Возможно. Куда корсет наша женщина наденет? Кто-то приходит ради того, чтобы вернуть свою фигуру, свою былую фигуру после родов, после нескольких беременностей, после чего-то, да, такого, что нас изменило. Это может быть корсет, как вечерний аксессуар, да, который подбирается или шьется индивидуально под определенное событие, да. Либо это может быть образ эротический, когда мы шьем трусики, мы делаем корсеты, создаем некоторый образ индивидуальный, абсолютно индивидуальный, который просто неповторим будет ни в одном магазине, это нельзя будет приобрести. Вот смотри, что у нас есть, свадьба, события, поход в театр, выпускной, эротическое событие в жизни. Да, очень актуально. Вот, что еще? Куда? Просто коррекция фигуры, просто скорректировать фигуру, одеть платье любое повседневное и пойти, допустим, в ресторан. Ну, то есть это скрыто, или вот платье... Это скрыто, это невидимое. Вот скрыто, то есть есть и на показ, и есть скрытое. Да, есть корсеты, которые можно одеть под одежду, и его будет невидно. Как иностранцы относятся к твоим изделиям? Ты же выставлялась на выставке в Париже. Да. Ну, с чего все началось-то, Франция? Началось-то с Парижа, закончилось тем, что замужество... Очень, да, закончилось замужеством, вернее, продолжилось. Продолжилось, да, поэтому призываем всех принимать участие в выставках в Париже. Для девушек, для женщин это прямой путь во Францию. Согласна, согласна. Так вот, что с покупателями, с потребителями западными? Что у тебя, с тем ты сотрудничаешь? У меня есть клиенты, и это чаще всего магазин белья, которые дают своим покупателям некоторые эксклюзивные вещи, которые европейские производители сделать не могут. Или делают страшно дорого, да? Либо дорого, либо плохо, да, чаще всего. Поэтому в виде этой я сохраняю производство именно в Москве, потому что понимаю, что создать такие вещи практически невозможно. Через интернет есть продажи? Есть, конечно, есть. Тоже заказывают? В Знамом Эмират и Америка. Ну, а вот в Европе ты называла мне какие-то очень известные имена. Их нельзя называть? Ну, я думаю, что это не для публичных людей. Как у нас в России не называют одного политика по имени, как и ты не называешь очень известную персону в мире белья, которую все знают абсолютно. Но не будем ее называть, да? Кто, может быть, догадается? Я бы назвала Евгением. Да, поэтому, видите, наши зрители могут уже... Они уже заинтригованы. Сейчас полезут, наверное, в интернет и искать, кто у нас мировой лидер в продажах белья. Ну, не по объемам, в создании, да? Ну, и в продажах, наверное, но не по объемам, а по тому восхищению, которое вызывает ее продукцию. Да. И она вот работает с тобой, потому что ты как раз вот вписываешься в ее философию. Правильно ли я говорю? Возможно, возможно, да. Уважаемые зрители наши, берите, мотайте себе на ус. А как найти тебе можно... Ну, кроме как интернет, связь? Там есть контакты? Да, конечно. Можно приехать в мастерскую в Москве для индивидуального заказа и подбора. Это для конечного потребителя? Мы говорим все-таки о бизнесе, о тех магазинах, у которых эксклюзивный ассортимент, которые любят баловать своих клиентов, покупателей, чем-то особенное. И это их фишка такая. Так вот, особенно это ты. Я с удовольствием сделаю что-то персональное для этого магазина, потому что я люблю такое сотрудничество, чисто ради интересов. А что значит персональное? Там вышиваешь название магазина? Может быть. Или название, или имя того человека, который его носить будет? Может быть. Это все обсуждается у нас магазином, и я очень хочу именно подчеркивать персональность и самого клиента, и магазина сотрудничества. Конечно, в век глобализации, в век стандартизации, такие вещи, которые ты делаешь, они не ширпотреб. Да, но, скажем, любой магазин, который хочет выделиться, конечно, высокого уровня магазин, который хочет показать что-то для своих покупателей такое особенное, вот то, что откопал, как алмаз, вот это должны они обращаться к таким производителям, как ты. Спасибо. Поэтому я надеюсь, что нас знают и нам доверяют. Конечно. Мы сделаем все, чтобы нам доверяли. Конечно. Чтобы мы максимально удовлетворили потребности именно клиентов наших магазинов. Да. Это та изюминка, которая должна присутствовать во всех высокого уровня бутиках. Не сетевых, а таких индивидуальных, наполненных душой, пропитанных душой, хозяйки. Я думаю, да. Ну что, будем искать таких. Итак, уважаемые зрители, Надежда Пескон, корсеты высокого уровня по исполнению, по дизайну, но приемлемая цена. Ну и ваша уникальность тут же. Поэтому прошу любить и жаловать. Итак, наш репортаж из Кан завершается. Спасибо, Надежда. Спасибо. С тобой познакомились. Надеюсь, что дальше будут контакты.